Склонение существительных Склонение существительных И, наконец, к третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже, например, «дочь, рожь, молодежь». Обратимся к стихотворению Якова Козловского «Нес медведь, шагая к рынку». «Нес медведь, шагая к рынку, на продажу меду к рынку. Вдруг на Мишку вот напасть, осы вздумали напасть. Мишка с армией осиной дрался вырванный осиной. Мог ли в ярость он не впасть, если осы лезли в пасть? Жалили, куда попало, им за это и попало». Давайте распределим имена существительные из этого стихотворения в три группы. К первой группе отнесем существительные первого склонения, ко второй группе существительные второго склонения и, наконец, к третьей группе существительные третьего склонения. Что же у нас получилось? К существительные первого склонения относятся слова «на продажу», «к рынку», «на Мишку», «осы», «с армией», «осиной». Обратите внимание, все эти существительные в именительном падеже будут иметь окончание А или Я, продажа, крынка, мишка, оса, армия, осина. Существительные медведь, крынку, мёду относятся ко второму склонению, потому что в именительном падеже они имеют нулевое окончание и относятся к мужскому роду. Медведь, рынок, мёд. И, наконец, к третьему склонению относятся существительные напасть, ярость, пасть. Все они женского рода и в именительном падеже имеют нулевое окончание. Наряду с тремя склонениями, о которых мы только что сказали, существуют слова разносклоняемые. Это 10 существительных намя, время, имя, темя, бремя, семя, племя, стремя, вымя, знамя, пламя и существительное мужского рода путь. Употребляя слова в начальной форме, мы только называем предметы или явления действительности. И только с помощью различных падежных форм, соединяющих слова друг с другом, мы указываем на их взаимосвязь. Эти связи выражаются при помощи изменения слова по падежам, и сами эти изменения регулируются правилами русской грамматики. Чтобы правильно определить падеж имени существительного, надо к нему задать вопрос и запомнить вопросы всех шести падежей русского языка. Обратимся к стихотворению Сергея Мохотина «Дождевая бочка». Старая бочка с водой дождевою Высится вровень с моей головою Что-то хранит на большой глубине Дали бы лодку подводную мне Я б на подлодке обследовал дно Я бы глядел очень зорко в окно Сделал бы, может, таинственный снимок И отыскал бы свой правый ботинок Давайте определим падеж имен существительных стихотворения Сергея Мохотина Старая бочка с водой дождевой Высится вровень с моей головой Что бочка? Это существительное именительного падежа Бочка с чем? С водой Это существительное творительного падежа Высится вровень с чем? С головой Это существительное творительного падежа Что-то хранит на большой глубине Дали бы лодку подводную мне Хранит на чём? На глубине. Это существительное? Предложного падежа. Дали бы что? Лодку. Это существительное? Винительного падежа. Я бы на подлодке обследовал дно. Я бы глядел очень зорко в окно. Обследовал что? Дно. Это существительное? Винительного падежа. Обследовал на чём? На подлодке. Это существительное? Предложного падежа. Глядел во что? В окно. Это существительное? Винительного падежа. Сделал бы, может, таинственный снимок и отыскал бы свой правый ботинок. Сделал что? Снимок. Это существительное? Винительного падежа. Отыскал бы что? Ботинок. Это существительное? Винительного падежа. Наряду с существительными, которые можно отнести к первому, второму или третьему склонению, Наряду с существительными разносклоняемыми в русском языке есть существительные несклоняемые. Это слова, которые не изменяются по падежам. Иными словами, любая попытка поставить их в какую-то падежную форму неизбежно приведет к грамматической ошибке. Именно на этом строится комический эффект стихотворных строчек, придуманных когда-то создателями передачи «Радионяня». Послушайте, пожалуйста, это стихотворение, которое называется «Про то, как не надо говорить». Как-то рано поутру с другом сели мы в метру и поехали в метре в фильм смотреть о кенгуре. Вот сидим мы с ним в кине без пальта и без кашне, а вернее я и ты без кашна и без пальты. Любит кины детвора, если в кинах кенгура. Ходит, бродит по шассу, носит в сумке шимпанзу. Кенгура в кафу зашел, занял там свободный стол и сидит за доминой с шимпанзой и кокодой. Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепьян. Тут и взрослый, сняв пенсню, хохотал на всю киню. Интересное кино. Жаль, окончилось оно. В гардероб пора бежать. Будут польта выдавать. Забавно, не правда ли? Но, надеюсь, для всех очевидны ошибки, которые были допущены намеренно авторами этих строчек. И о том, как нужно произносить эти несклоняемые существительные, напоминает еще одно стихотворение тех же авторов. Оно поможет нам запомнить, что несклоняемые существительные нельзя менять по падежам. Чтобы грамотными стать и писать отлично, никогда нельзя менять в падежах различных ни кино, ни домино, ни бюро и ни метро, ни кашне и ни пенсне, ни шоссе, ни шимпанзе. Можно песню распевать и в гостях, и дома, если только не менять окончание слова. Ни какао, ни депо, ни кафе и ни пальто, ни калибри, какаду, ни жюри, ни кенгуру. Сегодня мы вспомнили с вами склонения имен существительных. Поговорили об изменении существительных по падежам. Вспомнили разносклоняемые существительные и несклоняемые существительные. Мы должны помнить, что именно изменение слов по падежам и позволяет нам связывать слова друг с другом в предложения.